Ради победы команды, в принципе, друг другу знакомы, да, но все равно есть какие-то нюансы определенные. В принципе, ребята довольно-таки неплохо выполняли установку. Мы все знаем, что мы в гостевых играх в этом году очень удачно играем, потому что, в принципе, двойне приятная победа над хорошим соперником, ну, благо, что начали забивать. Конечно, когда есть голы, то и результат улучшается. А так, в принципе, мне кажется, что была интересная игра. Ну, славя всегда, в принципе, я могу сказать, что играет интересный такой динамичный футбол, и получается, что такие часто счет, да, крупный, так что, ну, благо, что мы забили сегодня на пару голов больше, чем соперник. Спасибо. Переходим по вопросам. Галерий, пожалуйста. Футбол в Ленинграде. Виталий, скажите, пожалуйста, игрой в атаке вы наверняка довольны, а что скажете на защите, все-таки был попрещен в голову? Все-таки футбол уже перешел такое более командное, да, взаимодействие в линии. Все-таки команда пропустила, все вместе пропускает и все вместе забивает. Так что я, в принципе, в совокупности атака, оборона, баланса, то, конечно, доволен ребятами. Были, видно, что Алексея, я думаю, если бы у нас были замены, мы бы поменяли Янушкевича, но у него проблемы были серьезные со спиной, это ощущалось. И молодцы ребята на характере, на характере смогли, в принципе, многие доиграть моменты. Ну, вы поймите, что очень непросто играть соперникам. Их очень много быстрых, мобильных, невысоких футболистов, которые всегда напрягают, которые лезут в обводку. Только со стороны казалось, что мы играем с испанцами или с бразильцами. В плане, ну, я считаю, что мастерства у этих ребят достаточно, но таких падений, столько падений штрафной я не видел еще. И, в принципе, мы готовились к этому, не зря они, наверное, 9 пенальций пробили, если не ошибаюсь. Но, в принципе, если так разобрать, то и все по делу. Но чуть-чуть любое касание, сразу же, любое, было за 10 секунд, штрафной 3 падения. Ну, как бы, это, конечно, хорошо, но это немножко самих тоже нервирует, да. И со стороны, конечно, я думаю, что все вспомнят матч прошлый, да, на Комаровском пенальте, да, любят вспоминать. Ну, значит, здесь, я не знаю, столько было падений, что если мы один раз упали там за две игры в штрафной, то здесь, я не знаю, ну, чересчур много, и это очень сложно. И реально любой игрок выходит, делает сразу же, пробрасывает, и если чуть-чуть рядом нога, чуть-чуть рядом корпус, сразу начинает падение. Так что с этим сложно справляться, но они делают это очень здорово, успешно. Здесь вопросов нету, и с моей стороны, претензии не к команде, не к футболистам, а иногда претензии, условно, там, к судям, да, которые, считаю, ну, не совсем корректно поступали в сторону нашу. Бокал, я про четвертого судьи, про главную. Спасибо. Дальше. Олег. А, Григорьевич, при чем за активное матч сейчас у стола в Агенцанале? У него со связи с конченной матерью. А, Григорьевич, а за что вам показали в конце матча, Золкутатыч? Хотел сразу на девушек смотреть, за рыцарское отношение к дамам, помните? Ну, я просто показывал момент, но я, в принципе, честно говоря, меня пугали, наверное, с минуты 20-й красная карточка, я реально не видел еще такого четвертого судью, который не смотрел вообще за игрой, а просто ходил за мной по пятам и меня все предупреждал. Я реально это, вообще, это убивает футбол, убивает все. Ему, условно, чухлей на желтой карточке с оскорблением к нему обращается, да, если я здесь слова буду называть, будут не совсем красивые, да, слова звучат. И он желтый, он, ну, как бы, это пропускает, но если что-то скажет Жуковский, он сразу, я тебе сейчас желтую, и он мне просто нагнетает, он не дает просто работать. Ну, это вообще некрасиво, и поступок, который совершил он в конце, просто не это вводит в недоумение. Это, ну, было очень некрасиво, я считаю, что так нельзя. Все видели этот момент, оскорбил седьмой номер соперника концевого, была перепалка, он ему показал, никто никого не толкал, ничего прилетело, в принципе, уже там разошлись, и он все равно снял наушник и пять минут упрашивал долю показать красную карточку. Он, видно, что не хотел, ну, пришлось достал, ну, окей, если вы такие принципиальные, вопросов нет, если ты, молодой человек, сводишь вот это вот все, все проблемы, да, которые, ну, во-первых, у нас и по составу, ну, я, я, если ты принял решение на себя такое, ты можешь, тебя учат, обучают, мы, тренеры, не имеем права лезть в вашу работу. Но красная должна. Один оскорбил, и второй оскорбил, не может быть одной красной. Ну, я, ну, я, ну, такого просто не может, так нельзя, ну, так нельзя просто делать. И вот эта вся потасовка, она, конечно, немножко, ну, ну, честно, не красит. Откуда еще раз судя был? Могилев, ну, я так понял, что это воспитанники, я даже знаю, кого там меня любят. Иногда были у меня, я понял. Так что, ну, честно говоря, некрасиво, и я понимаю эмоции, понимаю ребят и Слави, и Ислычи, да, они там, ну, друг другу говорят там слова, ну, это нормально, никто никого не толхал, ничего. Но я еще раз повторю, этот, если судья принял, окей, никто не будет, ну, должно быть две красных, Ислычи и Мозрию, Слави, да, так что вот это мне, понимаешь, это такая большая проблема, к сожалению, я, ну, честно говоря, мне просто вот здесь все кипит, вот так нельзя делать, и я считаю, что нужно все-таки доказывать, доказывать ребятам молодым, да, свое состояние на футбольном поле, именно тоже судьи касается, а не быть четвертым и ходить, искать провокации и так далее. Ну, мне просто, я завелся, ну, у меня просто нет слов, я такого, я реально, честно, я не видел такого, такого некомпетентности со стороны четвертого рефери. Спасибо. Дальше движемся. Валерий. Валерий Ильич, Валерий Ильич, еще ситуация уже после окончания матча, за что и кому-то красный гаточек было? Хеш, просто мне согласен. А, это именно эта ситуация. Ну, да, да. Да, пожалуйста. Валерий Ильич, сегодня, если забила красивые голы, вот с технической точки зрения, какой вам понравился? Ну, мне кажется, они всегда все красиво, свои, да, и Славе красивые голы тоже забивала, почему, ну, мне кажется, что в матче было, я даже считаю, что, хоть и был там второй с рикошета, но все равно он по-своему красивый, так что, были шикарные голы все, так что я здесь не хотел бы уделять, мне кажется, что болельщикам понравился, да, вот. Спасибо. Вы знаете, я восхищаюсь футболистами своими, потому что они реально перенести столько болезней, у нас реально даже, уехали люди, потому что они перенесли на ногах, были осложнения даже, и у нас, вы видели на замене, да, какие ребята выходили, даже Саша Боченок, мы не могли его выпустить, потому что у него есть дискомфорт мышечный, мышечный, и, а так, ну, они молодцы, вот, все на торинг, почему так расстроило, если у тебя два состава, да, ну, удалили, и ничего другой будет игрок, концевого удалили, и сейчас не знаешь вообще, кто будет играть, и, ну, проблему вы же видели, что я на 78-й минуте, там, 76-й, я уже не помню, сделал первую замену, только, это не от того, что мы такие в порядке, от того, что, ну, есть очень серьезный Сейнот, и хотелось бы, конечно, чтобы было у нас больше футболистов, ну, как есть, так есть, так что, я очень доволен футболистами, 29 очков на сегодняшний момент, я считаю, что с учетом наших всех проблем, это, ну, достаточно неплохой результат, я так считаю. Спасибо. Великолепно, последний вопрос. Семеновый. Три. Виталий, а к следующему туру Санна Сейбову будет? Что вы говорите? К следующему туру Сейбову будет уже готов? Светы проходят лечение. Второй. Еще вопрос. Во вторую часть трансферного окна будут ли изменения в составе, из-за чего привлечения или больших вопросов? Мы бы очень, мы бы хотели бы это, но здесь спрашивается, за чей счет будет банкет? Пока у нас нет возможности на усиление. Виталий, позвольте вопрос немножко, ну, не приги, последнее. Ваше недавнее, ну, относительно заявление о том, что этот сезон будет для вас последнее, выключа еще в усиле? Хотелось бы сказать, что лучше заключительный, но не последний. А второй момент, давайте не бежать вперед по розу. То, что сказал, в конце сезона мы говорим. Так что каждый тур, когда задается этот вопрос, конечно, приятное внимание, но не до какой степени. Всего хорошего. Продолжение следует...